Две недели до школы. Самое время подготовиться к новому режиму, который наверняка был сбит за три месяца каникул. Уже сейчас врачи советуют укладывать детей спать так, как это будет с началом учебного года, чтобы приучить к рабочему ритму. Также у ребенка перед сном следует забрать гаджеты. Их лучше заменить живым общением. Я предлагаю все-таки родителей связь с детьми, чтобы не теряли. Вот это то самое время, когда можно погладить, пообнимать, рядом посидеть. Как день прошел у родителей, как день прошел у ребенка. 20 минут в день такого общения хватает. Если это сделать перед сном, то тогда и сон будет хороший, и любовь будет, и все будет обсуждено. Большую особоченность у врачей вызывают близорукость у школьников. Она развивается и прогрессирует в начальных классах, когда у ребенка появляется большая зрительная нагрузка, к чему орган зрения не приучен. С началом учебного года специалисты советуют научить ребенка упражнениям для расслабления глазных мышц, ограничить время за телефоном, организовать правильное освещение и посадку за рабочим столом. Посадка должна быть вот такой. Стул без колес должен быть. Ребенок должен сидеть так, чтобы тут проходил кулак, чтобы по высоте, ну вот это стол для меня высоковат, чтобы локти были под прямым углом, и тогда просто у него физически не будет вариантов нагнуться и носом там читать, писать. Также врачи рекомендуют детям хотя бы полчаса в день уделять физкультуре. Сегодня проблемы с осанкой имеют 17% первоклассников, после начальной школы уже 33% и, наконец, 67% выпускников школы имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. На многие вопросы хотелось бы вспомнить одну старую нашу пословицу или поговорку, как правильно сказать, чисто не там, где постоянно убираются, а там, где не мусорят. То есть вот здесь экстраполировать на остальные другие ситуации. Не надо соблюдать каких-то мер, когда уже беда нагрянула, когда уже появилась проблема. Всегда в нашей советской медицине была позиция профилактической медицины, то есть нет опущения какого-то состояния. А еще специалисты говорят, что сейчас самое время поддержать интерес к наукам. Сводить ребенка в планетарий, ботанический сад, музей и даже самостоятельный выбор тетради и карандашей могут замотивировать ученика скорее вернуться за парту. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком.